привет мальчики девочки дамы и господа дорогие мои подписчики и гости канала в голове у меня если честно полная каша по поводу новых изобретений парфюмерного подразделения бренда dior заголовок это не кликбейт dior он действительно умер в каком-то смысле то есть во-первых одежда ну то есть кутюрного бренда dior он больше не существует об этом я вам уже говорил летом в обзоре в одном из обзоров по моему на сникеры можете посмотреть у меня на канале вообще много обзоров на продукты dior теперь это dior man и вот теперь флагман линейки dior он он ну в какой-то мере прекращает свое существование в том виде в котором он есть сейчас чего все началось слухи ну если вы не любите длинные вот эти вот просто не все смотреть слушать я могу сказать вкратце что вот такой вот аромат dior ом он в привычном виде существовать перестает на его место заступает точно такой же dior ом такой же да не такой же состав абсолютно другой без ириса без всего другие ноты другой аромат а вот именно этот он начинает производиться в очень ограниченных количествах будет представлен только скорее всего французских бутиках ну короче в избранных местах и в общем то готовьтесь к повышению цен на него и будет называться он оригинал а тот который новый он будет называться new вот так вот готовьтесь к повышению цен к труднодоступности и так далее если вы любитель и поклонник ну а теперь более подробно наверное вы заметили уже что с полок в сетевых крупных магазинах исчез аромат диором этот самый вот неспроста он исчез готовились они к этому долго потому что слухи лично я читал об этом еще в начале 2019 года в январе первые слухи стали появляться пришел на форум парень и заявил что консультанты ему шепнули на ушко там синички на хвосте принесла что диор собираются заменить полностью диором аромат флагманский и никакая это будет не переформулировка вот и люди конечно кинулись и обсуждать да как тогда они что совсем с ума сошли да они же не могут это же локомотив это же самый главный это же легенда и так далее но мало-помалу подробностей прибавлялось а консультанты заявили что летом запустят этот новый аромат но и все ждали и на самом деле консультанты оказались правы летом аромат появился в продаже но что интересно никакой ни рекламной кампании не было ни каких-то дополнительных телодвижений со стороны диор тихонечко не повсеместно далеко а где-то в американских каких-то отдельных магазинчиках может где-то еще но отписались американцы пока что в сети известной диллардс в атланте где-то был обнаружен и куплен тут же потом где-то в чикаго вот сейчас уже но пока что то есть они держат официальный такой масштабный промо запуск до начала 2020 года то есть общие мировые продажи но покуда если вы начали где-то это продавать то естественно мы об этом узнаем мы это купим и мы это все обсудим вот как выглядит теперь новый флакон новая коробочка и как вы видите написано белым по черному серебром да по черному что лену вопах фан the new fragrance то есть это означает именно что новый то есть я диор ом но я новый как хотите так и вот и понимаете официальная пирамида для нового диор ом это верхушка бергамот да кисоньку мой сладкий иди сюда это бергамот розовый перец элеми да конечно сердце это атласский кедр это пачули очень такая скромная пирамидка но по-современному да и в базе наконец-то мускусы разных видов и гайтянский ветер вот так ириса повторюсь нету и это уже доказано проверено пронюхана и так далее дальше что за инсайдики я для вас припас показываю как оно есть и перевожу бегло ну с английского в общем-то я все это уже читал все это перевел ну и вам так на лету в общем это что это это product sell sheet то есть это не для покупателя это именно инсайдерский такой листик для консультантов то есть как они должны представляет презентовать объяснять вообще чё это за хрень то такая вдруг образовалась да вот значит headline то есть заголовок да позвольте мне представить вам ну это что что вот нам с вами когда вы придете в бутик диоровский или там в летуаль что вам сказать должны позвольте мне вам представить нашего нового мужчину вот так вот диор ом туалетная вода и детей это возможно он может быть и вашим новым мужчинам мужчинам ну то есть он может быть и вашим новым мужчиной дальше что это такое новый нежный древесная новая нежная древесная интерпретация туалетный диор ом и детей которая носится как вторая кожа обволакивающая вторая кожа для кого это все для клиента который обычно предпочитает чистые но чувственные древесные ароматы ольфа активная классификация нежный древесный верхние ноты как я уже говорил бла 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 там и ну то есть все это мы уже знаем цена 95 долларов США за 100 миллилитров 75 за 50 ну цена как цена дальше как оживить и ну аниме да анимировать и оживить короче к жизни господи ну как это как это по-русски то на полках магазина оставьте ваш след ваш диором и вент посетите значит диором тренировку для всех коллег в магазине сотрудничайте с мужским отделением ну вот шмоточным этим главным или с персональными консультантами шоперами которые создадут ребят создадут возбуждение и хайп короче вокруг компании i'm your man я твой мужчина то есть главный лозунг главный слоган это i'm your man вы можете видеть паттинсон по-прежнему и вот диором и подписано под ним i'm your man вот так вот скоро ждите будет все завешано постерами как саваш с джонни деппом i'm your man и по телевизору и по ютубу и везде везде и будьте уверены они не поскупятся на адверты что кисонька дополнительные советики типа ну такие типсы короче бутылочка архитектурная с чувственными и чистыми линиями характер городской спокойный и уверенный в себе вдохновение парфюмер создатель ну короче главный парфюмер дома диор франсуа димаши брал вдохновлялся от современного мужчины короче вирайл не помню как он там переводится романтического опять же и чувствительного совет для продаж поделитесь с клиентом что то есть скажите клиенту что dior ом это Диор диоровский мужской аромат предпочитаемый женщинами чтобы то есть чтобы их мужчина носил этот аромат то есть женщины хотят чтобы мужчина носил этот аромат вот так вот какие женщины хотят кто если какие женщины ничего не хотят его грубо говоря на полках нет дополнительная инфо новый Dior OM EDT вот, а вот это интересно, слушайте значит, занимает место то есть займет место предыдущего Dior OM EDT и O4MAN существующий Dior OM EDT будет теперь не то что называться на него ссылаться будут как на Dior OM EDT Original все Dior OM продукты будут иметь новую упаковку вы видите в правом нижнем углу эти переупакованные дезодорант спрей, гель для душа бальзам после бритья, дезодорант стик, также на картинке изображен лосьон после бритья, Dior OM и Dior OM Intense в новой упаковке ну и Dior OM в первую очередь да, туалетная вода а гель для душа будет мягче и более пенистый бальзам после бритья будет более матирующим вот такие новости инсайдерские поступают к нам покажу вам еще немножечко фоточек купленных ребятами флаконов коробочек посмотрите чем они отличаются самое главное что что подбешивает лично меня что вот на старом флаконе было написано что за аромат Dior OM на новом флаконе это все написано только на крышке и если допустим у вас тестер то бутылочка у вас будет голая совершенно без надписей и нигде вы не прочитаете что это Dior OM например и как отличить будет от Dior OM Intense если они все переупаковали и все теперь флаконы ну вообще вот без надписей ребята говорят что вроде как даже здесь не подписано что это EDT или нет не ну EDT может и написано вот я смотрю сейчас у меня написано просто ODT на флакончике ну так и придется отличать видимо Ode Toilet или Ode Parfum по концентрациям я не знаю зачем это нужно было придумывать еще на старом на воротничке вот здесь вот кругом написано что Dior OM на новом этого нет ничего и на старом здесь вот вообще ничего нету на переиздании 2011 года Dior OM ну и вообще все линейки да появились надписи CD вот типа как на Intense у меня видите CD вот так вот а на совсем новом на вот этом 2020 который выйдет на нем пчела соответственно но ребята в общем не унимались им конечно хотелось уточнения подробности они позвонили в концерн LV ну этот LVMH короче Louis Vuitton Moe Hennessy которому принадлежит бренд Dior в том числе и задали вопрос что what the fuck is going on спросили они им ответили перевожу вам тоже быстро что происходит что целая линейка обретает новую упаковку Dior OMO к сожалению выходит из производства но об этом уже многие из вас и так догадались он тоже из продажи исчез кстати не такой уж и плохой аромат был уже можно сказать в историю уже уходит поэтому если вдруг кто-то его любит тут не виден прекрасный голубой серовато-голубоватый цвет его замечательный кто его любит еще можете успеть хапнуть по относительно невысоким ценам но в каких-то интернет магазинах ну и мы слышали в этом я вам уже зачитывал в леске для продаж было указано что новый новый Dior OM EDT блин мне прямо это выговорить все это сложно запутался уже в этих названиях он идет вместо двух сразу и Dior OM off OM N вот этого и старого Dior OM EDT короче значит дальше существующий Dior OM EDT будет продаваться до тех пор пока сток будет в стоке в общем запасы пока будут далее выпуск нового Dior OM EDT в следующем году ориентировочно в середине января вообще забавно да и таким образом будет но новый новый Dior OM EDT оригинал то есть смотрите то есть вот вот существующий Dior OM а он уже точно выпускаться не будет но вместо него типа как бы точно такой же выпустят Dior OM EDT оригинал но все равно он будет другой вот так вот да чистенько мой сладкий даже кот уже все с ума сходит новый Dior OM ну давай поздоровывайся с подписчиками скажи привет мой сладкий привет привет ребята скажи привет так вот значит новый Dior OM EDT оригинал будет понимаете да то есть сначала они пишут что вот будет оригинал Dior OM EDT и будет нью Dior OM EDT сейчас они пишут что нью Dior OM EDT оригинал ну это я понимаю что что как бы перевыпуск реформулировка какая-то незначительная ну как я понимаю да который будет похожий на существующий Dior OM EDT вот ключевое то есть все равно реформуляция и и он будет поначалу представлен во Франции и Бельгии и на сайте dior.com и так же в Duglas в Германии сеть магазинов эксклюзивные поставки будут ну в первые месяцы они не уверены что вот этот вот Dior OM EDT оригинал будет более широко представлен в будущем Dior OM Intense не будет реформулирован и в ближайшем будущем а Dior OM Le Parfum все еще в производстве ну и то же самое для Dior OM Sport и Dior OM Colony свежо предание но верится с трудом а теперь ребятки куча вопросов во первых действительно насколько изменится вот это вот насколько они снова перекопают формулу существующего Dior OM EDT во вторых насколько его сложно будет купить у нас ну потому что они то же самое сделали с Miss Dior с женским они существующую до сих пор версию сделали как Le Originale вот как-то так а новая 2019 и вообще все это запутали и новая версия Miss Dior в итоге она вообще другая и также есть эксклюзивные всякие типа Dior Honor или Dior Miss которые вроде как сняли с производства но на сайте Dior их до сих пор можно купить и они идут под лозунгом вот то есть там есть восточный есть цветочный под заголовки вот эти вот Maison Christian Dior они тоже переименовывали его миллион раз я уже запутался как он сейчас называется каждый год они переименовывают и вот эти Miss Honor и что-то еще они идут как Ressime ну короче редкие редкости то есть типа мы сняли но типа мы не сняли и вот очень может быть что вот этот вот перевыпущенный переформулированный Dior он классический да он будет точно так же труднодоставаем попробуйте сейчас Mitsu купить замучаетесь вы ее покупать вот далее далее большой вопрос что с этим ароматом новым который вот этот EDT ребята говорят что он пахнет свежо об аромате да вам интересно пахнет свежо кому-то напоминает саваж ну не то что копия нет а что типа вот этот вот амброксановые какие-то синтетические нотки что-то такое мыльно-рыльное опять же ну в общем и целом да в сторону саважа если Dior оригинальный он был ну как бы новое слово можно сказать в мужской парфюмерии ирисовый первый ирисовый да наверное ну такой массовый люксовый мужской парфюм который действительно пахнет обычно очень сколько подражателей да у него появилось потом и Prada вот эти вот ирисовые свои какие-то больше похожие какие-то меньше какие-то похожие на фланкеры Dior Oma Valentina Oma или Uma да как это читается по-итальянски Uma Uma Intensi и прочие там куча тоже фланкеров все это на на тему Dior Oma то вот этот вот новый он непонятно вообще свеженький безопасненький для офиса супер стойкость хорошая шлейф не сильный и никто никто из пробовавших его уже никто не сказал что он very nice там что-то такое что в восторге что вау круто нет все говорят ну неплохо но старый был лучше старый был лучше старый был шедевр а это ну такое себе вот так вот ну и конечно все кинулись рассуждать почему такое случилось зачем и ну несколько версий таких высказанных было которые в принципе имеют место быть ну имеют право на жизнь первое это то что действительно куча дизайнерских брендов кинулись копировать за диором вот это вот все ирисовую вот эту тему и как я уже говорил в обзоре не успел я снять обзор да сравнения версии до ну то есть оригинальной диором божечки вы наверное уже сами да запутались вы не понимаете наверное сейчас что я говорю но вам лучше посмотреть тот обзор мой то есть есть вот оригинальная версия с металлическим стержнем которую изобрел придумал парфюмер Оливье Польш это он сейчас главный парфюмер дома буду я все пересказывать скажу вкратце постараюсь а есть вот более уже поздняя версия диором 2011 которая уже с черным вот этим стержнем как вот здесь вот и ее уже Димаши перекопал перелопатил чтобы формулу тащить в дом диор и кто-то пошутил прикололся ну что типа Оливье Польш но он же старался все это придумал а Димаши взял и ну грубо говоря уволок все то же самое но под своим именем сделал и Валентина Ума и Ума Интенс это вот было ничто иное ну не то что месть а он взял с чистой совестью свои же формулы немножечко переработал может он их даже по его мнению до ума довел добавил Валентина Ума Интенс кожи немножко в Ума оригинальный Валентина вот этим ирисом да добавил орешков пастой нутелла если можно так выразиться и вот поэтому они настолько похожи а что имеет право он автор он автор оригинального Диор Ом вот так вот поэтому и получился такой конфуз и соответственно Диору может быть не очень было это кайфово все наблюдать что совершенно легально и официально его бренды прямые конкуренты которые прям вот рядышком с ним Прада особенно да делают что-то вот прям в этом же ключе и как бы они и автоматически Диор получается теряет свои преимущества свою оригинальность но это так это просто мысли вслух и вот они решили ход конем и вот так вот значит почему-то они вцепились в это название Диор Ом вот нет чтобы придумать да что-то новое совсем какой-нибудь аромат не знаю Диор Нью Мэн там какой-нибудь не знаю тем более что самое-то забавное что одежда-то больше шмоточная вот эта вот линия бренд вообще да вот этот кутюрный он больше не называется Диор Ом он все равно Диор Мэн ну и придумали бы Диор Мэн новый парфюм да ведь нет они вцепились и начинают вот то есть имя старое но мужчина 20-20 знаете такая дата красивая и типа в новую эру они вот решили обозначить ее новый мужчина новый аромат ну называется так же были у них уже да с этим прецеденты то у них Саваш был О Саваш 60-х годов ребята О Саваш то есть это классика классик и продается до сих пор нужно же было умудриться да назвать парфюм новый 2015 года не О Саваш а просто Саваш при этом аромат ну в корне другой который да многие обозвали уже Химозиной выносом мозга амброксановой вонючкой и так далее но название почти идентично далее Диор Омспорт сколько они изгалялись над ним первая версия 2007 года имбирно-цитрусовая затем через 5 лет в 2012 зачем-то им понадобилось изменить формулу добавить Тирис потому что показалось что более в ключе будет с ну Диор Ом это же про ирис поэтому в спорте тоже должен быть ирис окей но почему при этом вы в 2013 же году Диор Ом колонь у вас был который ирисовый как раз Диор Ом колонь наоборот делаете из ирисового новую версию под тем же названием выпускаете но цитрусовую и наконец возвращаясь к Диор Омспорт в 2017 году вы опять убираете ирисы с Диор Омспорт и делаете третью версию и как вообще люди путаются я читаю в комментариях что человек идет как бы прочитав пирамиду одну а в магазине видит другое и сейчас с Диор Ом вообще будет безумная путаница если вы хотите ирисовый парфюм и вы пытаетесь заказать через интернет с репутабельного очень места допустим из известнейших сетевых наших каких-нибудь ревгоши или туалей вы заказываете получается вам приходит вообще не ирисовое а вообще нечто особенно если вы имели до этого опыт пользования ну это жесть просто как теперь это все будет то есть очень долго теперь консультанты будут объяснять новым людям кто не в курсе темы что это да это Диор Ом но это уже не тот совсем Диор Ом и возникает вопрос в принципе по поводу будущего этой линейки например Диор Ом Интенс вот мне интересно он получается да остается единственной с содержанием ириса единственной бедняжечка сиротка получается что из Диор Ом Спорт они ирис убрали из Диор Ом Колон они ирис убрали из Диор Ом Ориджинал они убрали Диор Ом Парфам тоже интересная ситуация то есть представители ЛВМХ заявляют на голубом глазу что он производится но вы же понимаете какая жесть да в России его не купить или купить на Украине кто-то то его видят где-то то его не видят то слухи знаете ходят что на какое-то время производство прекращали но потом снова возобновили ну вот народ показывал демонстрировал бачи 2019 этого года Диор Ом Парфам неважно даже если он производится непонятно где его взять при этом кстати на французском сайте он есть тоже Диор Ом Парфам сильно доступность большая Диор Ом Парфам вот готовьте что у Диор Ом и ДТ который новый это буду новый я будет доступность точно такая же как у Диор Ом Парфам сейчас ну так вот что я хочу сказать что Диор Ом Парфам он что есть что его нет и получается что сиротка как раз это Диор Ом Интенс он один выбивается из всей линейки а ну и О сняли еще раз Диор Ом Спорт ну такой спортивный весь цитрусовый Диор Ом Колонь более легкий цитрусовый Диор Ом оригинальный ну такой чуть-чуть подревесный чувственный древесный как они сами заявляют ну и вы скоро сможете через меньше чем через месяц вы все это затестите уже и поймете и что там еще у нас и все получается а Диор Ом Интенс такой весь залихватский ирисовый не знаю долго ли продержится до реформулировки Диор Ом Интенс а может и вообще до снятия а может быть они вообще также его бессовестно изменят в корне формулу сделают просто утяжеленный новый вот этот Диор Ом и ДТ но в виде Интенса может ирис вообще исчезнет из обихода у Диор Ом по крайней мере вот в этой линейке так что ребята вопросов больше чем ответов по прежнему остается и извините еще раз за сумбур но просто столько мыслей у меня как это все уложить столько эмоций пишите ваши мысли на тему вот всего вышеизложенного ваши комментарии будут не очень приятны оцените как-нибудь ролик и до новых встреч дальше будет много интересного пока пока